Здравствуйте, дамы и господа, не поверите, что я нашёл ещё один прекрасный дом. Он уже машет нам своей надувной рукой дама, тем самым приглашая нас на территорию. Возможно, мы сейчас найдём ещё какой-нибудь интересный цвет, а точнее, автомобиль с интересным цветом. Но, честно говоря, мне кажется, мы найдём в этом доме, да, моё любимое ничего. Ни одного кузова, ни одной машины, зато бампера здесь, смотрите, валяются. Что там у нас по бамперам? По-моему, всё прекрасно, да? И задний бампер хороший, да, и передний бампер. Так, ну что ж, давайте заглушим, наверное, двигатель. И посмотрим, что здесь всё же можно найти. Зато вот белая дверь, прекрасная, глянцевая при этом. Такой вот багажник симпатичный. И вот ещё один багажник. Здесь у нас баллон, который никак использовать теперь отныне нельзя. Есть ведёрко, в которое можно только помочиться, разве что. И... всё. Да. Это был увлекательный осмотр дома. Но ничего, к сожалению, толкового здесь мы не нашли. Разве что очередная надувная женщина. Они снова теперь часто мне попадаются. Так, ладно, давайте забираться наверх. Может быть, хотя бы мы с вами найдём канистру с топливом. В принципе, меня это устроит. Смотрите, дама здесь расслабилась на кровати. И, похоже, принимает таким образом неизбежную смерть. Хоть под конец полежать просто спокойно на кровати. Почему бы и нет. Эйц! Невероятный прыжок. Так, пробираемся. И что мы здесь видим? То, что доктор прописал. Радиатор в хорошем состоянии. Закидываем его куда-нибудь туда. Здесь также двигатель. Который нам не нужен. Немного масла. И канистра с топливом. Так, столкнем, пожалуй, даму. Сделаем вид, что это было случайно. Также здесь вода. От кровати ничего. Всё, осталось запрыгнуть на крышу. Да, больше я же ничего не упустил здесь. Вроде как ничего. А запрыгнем на крышу мы... Каким-нибудь вот таким вот образом. И здесь снова кровать. Ну и всё. Больше ничего нет. Сейчас аккуратно осмотрим весь периметр. Постараюсь не упасть. Ну да. Но меня устроит и канистра. Честно говоря. Всё, мы проверили вроде как всё. Ничего не забыли. Вот она наша канистра. И радиатор. Неплохой улов на самом деле. Сегодня. Так, открываем. Бензобак как же. Раздражает эта трава. Заправляем наш автомобиль. Можно ещё алкоголь чуть подлить, кстати, теперь. И у нас почти 5 литров. Ладно, пока, наверное, не будем подливать алкоголь. Но потом мы сможем это сделать. Потому что одна из канистр у нас заполнена исключительно алкоголем. Так, и радиатор. Да, в радиатор. Сейчас нам придётся сам радиатор наполнять водой. 3,5 литра здесь всего лишь осталось. Переливать, естественно. Я не буду заморачиваться. Это вода в конце концов. И у нас полная канистра с водой. Так что мы просто её берём. Изымаем из багажного отделения. И аккуратно наполняем бачок. Всё, можно в таком случае отправляться, ехать дальше. Пока не особо. Честно говоря, везёт на двери. Да, и зеркало заднего вида. Я, кстати, по-моему, даже находил, но забыл поменять. А может быть и нет. Зеркала на этой территории, по-моему, отсутствуют. По крайней мере, я не замечал. Так, всё. Закрываем здесь. С маслом у нас всё прекрасно. С водой у нас теперь всё тоже замечательно. Сейчас ещё мельком пробежимся. Вот здесь вот бинокль. Но у меня есть. Я его, кстати, так и не использовал ни разу. Ну, вряд ли здесь будет зеркало. Ладно, когда-нибудь наткнёмся на брошенный автомобиль, как минимум, с зеркалом в хорошем состоянии. Так что давайте отправляться дальше. Не будем здесь больше задерживать себя и вас. Так что разворачиваемся. Ну, аккуратненько. И продолжаем движение. Да, что-то редко действительно стали попадаться шланги. Когда в последний раз нам попадался шланг? Не в начальном гараже, конечно. Он там постоянно спавнится. А именно в какой-то постройке на протяжении нашей поездки. Так, козырьки мы отклоняем под настроем зеркала. И продолжаем наше великое путешествие. Проехали мы практически уже 50 километров. 42. Почти-почти двигаемся к этой цели. Проедем 50. Потом сколько мы максимум? 150, по-моему, проезжали. Или даже 200, кстати, возможно. За одно сохранение. Я имею в виду. В совокупности мы, наверное, даже 700 проехали. Или около того. Может быть и меньше. Нет, скорее всего, меньше. Наверное, 500. Но 500 мы явно должны были проехать. Как минимум два сохранения по 150 километров. Уже 300. У нас было этих сохранений достаточно много. Так, аккуратно заворачиваем. И тут же опять после дома. Какой-то паттерн повторяющийся, по-моему. Опять после большого дома. У нас вот такая вот коморочка. И, как всегда, я начинаю поздно тормозить. Применив при этом ручник. Нет, пожалуй, мы немного вернемся. Так, снимаем с ручника. Аккуратно. Возвращаемся. Утрабанта, по-моему, более серьезные тормоза. Сильнее, резвее схватывают. Вот здесь вот. Пожалуй, остановимся. Заглушили. Так, ну и давайте посмотрим, что на этот раз преподнесет нам это прекрасное здание. А на этот раз здесь красная дверь. Куча ящиков. По-моему, пачка сигарет. Да, ладно, я думаю, нет смысла эти ящики перебирать. А хотя есть смысл. Канистра спряталась. А в канистре, возможно, нет. Будет бензин, хотел сказать я. Но там, к сожалению, масло. Так, здесь прям забаррикадировано все. И можно, кстати, воды набрать в канистру, раз уж мы немного вылили. Но, наверное, мы этого пока не будем делать. Особого смысла нет. Брелок. Брелок в виде говна. А, нет, не в виде говна. Это елочка. Но, не знаю, после того, как она в сортире лежала, такое столько времени. Честно говоря, я не уверен, что запах приятный сохранился. Так, здесь ничего интересного. Все, тогда можно сразу же ехать. Не буду заполнять водой. Погнали дальше. Мне показалось... Тень так упала, мне показалось, что я не закрыл. В очередной раз. Крышку бензобака. Так, давайте повесим этот брелок. Кстати, я его не потерял, что удивительно. Обычно, когда я забываю брелок повесить, он куда-нибудь проваливается обязательно. Протискивается как-нибудь в щели и ускользает в итоге от нас, но не в этот раз. Так, ну что ж, продолжаем. Едем дальше. У нас все. Все более-менее нормально. Топлива почти 5 литров. Этого хватит на долгие... долгие часы поездок. Так, вот здесь вот надо, наверное, притормозить. Можно погонять немного по бездорожью, кстати. Почему бы и нет? Раз уж здесь поверхность особо не влияет на поведение автомобиля. А может быть, прям совсем не влияет. Я уж точно сказать не могу, но по ощущениям, что по асфальтирной дороге, что по песку, мы едем одинаково, с одинаковой скоростью, одинаковый разгон и так далее. Общее поведение идентично. Я уже не раз сам об этом упоминал. Так что, в принципе, можно срезать спокойно на автомобиле, если вы не боитесь пропустить постройки. Если у вас достаточно топлива, например, машина в идеальном состоянии, вы ни в чем не нуждаетесь. И ваш приоритет в том, чтобы как можно дальше заехать, как можно больше проехать, тогда вполне можно срезать. Например, когда мы видим, что дорога уходит вправо куда-нибудь, можно вот здесь вот съехать, сразу на холм заехать и срезать какую-то часть территории. Единственное, мы будем терять скорость на подъеме. Но не сильно, я думаю. Так, тем временем, с такой смесью мы 130 все-таки едем. Когда у нас был, по-моему, когда у нас был, по-моему, 100% бензина, мы разгонялись все-таки до 140. Либо это мне дико повезло, и там какой-то был невероятный спуск. Но меня устраивает. Меня вполне устраивает и такая скорость после всего, что мы с вами пережили. Это вообще невероятно быстрая скорость. Как будто сейчас колеса отвалятся, вскипят. Нужно покрышки менять, как в гонках Формула-1. Так, вот здесь мы притормаживаем. Немножко срезаем. Да, и вот эти вот стыки, они, конечно, напрягают. Иногда я, по-моему, как раз-то и врезался в этот стык, в эту ступень, можно сказать. И при этом забрызгал своей кровью весь салон. Было, конечно, очень неприятно. Кусты вырастают, призрачные, как всегда, и исчезают. Солнце снова начинает слепить. Поэтому мы воспользуемся. Да, жалко, регулировать сидение нельзя. Мы, конечно, можем регулировать свое положение, но это крайне неудобно. Да я и забыл, какая клавиша за это отвечает. Shift. Нет. Может быть, Alt. Да, Alt. И причем я могу только, наоборот, откинуться на заднюю часть к спинке. Но при этом вниз я пониже чуть-чуть не могу сделать, по всей видимости. А, нет, могу. На колесико мыши. Да. Было бы неплохо вот так вот сесть. Но теперь-то уже смысла в этом нет. После того, как солнце зашло. Так, давайте дальний свет включать. Свет в салоне мы тоже вырубим. И поедем. Не будем, наверное, останавливаться. Поедем дальше. Так, надо просто к этому привыкнуть. На самом деле, быстро можно. Не знаю, что я в войне. Быстро можно сменить позицию персонажа в автомобиле. Интересно, при этом при этом и тыква смещается. Ну да. Тыква точно уж привязана к нам эта модель нашего персонажа на данном этапе разработки в тишине. Можно радио, кстати, включить, наверное. А что-то в последнее время оно не особо радует. Может быть, заморочиться и поставить модификацию на загрузку своих собственных композиций. Но тогда будет новая проблема. Нужно будет искать эти самые композиции без авторских прав. то есть придется скачать. Так, что у нас здесь? Давайте посветим. Ну, так себе цвет, конечно. Целых два автомобиля, блин. И они все в более-менее хорошем состоянии. А здесь даже двери, смотрите, симпатично выглядят. Так, ладно, давайте поспим. прям сходка какая-то организовалась из трех автомобилей. Как будто на холме сверху где-то находились. Так, ну что ж, зеркало заднего вида здесь хорошее. Я, пожалуй, позаимствую. Ну, естественно, от своего цвета я уж точно отказываться пока не собираюсь. В угоду, например, вот этого болотно-зеленого, темно-зеленого. Это явно не мой выбор. Так, что у нас здесь под капотом? Да все прекрасно. Даже с водой смотрите. Блин, машина-то, возможно, и заправлена еще. Ну-ка, давайте посмотрим. Ну, не особо много топлива, конечно, а здесь да, топлива супер мало. Кстати, вот еще немного топлива здесь и алкоголь в этих бутылках наверное нальем. Давайте заглянем внутрь, внутри нас ожидает всякий мусор, который нам не нужен, хотя покрышка вот эта в хорошем состоянии, по-моему. Еще одна бутылка, бардачок, дверца бардачка, зеркало, дама. О, два литра топлива, нормально. Топливо здесь неплохо. Еще литр мы насобираем в бутылках, наверное. Целая колонна теперь из этих автомобилей. Так, наверх было бы здорово залезть. Здесь еще канистры, смотрите, два литра бензина, почти угадал. Еще бензин. Сюда, все, мы в ближайшем будущем, похоже, не будем нуждаться в топливе. Так, а здесь у нас вода. Я же подумал, мало ли и здесь будет бензин. Вот еще канистру я пропустил. Надо с той стороны опять забраться. Вот так вот здесь подъем организован простой. Так, масло. Но масло у нас есть. С маслом надо бы заморачиваться не стоит. Так, осталось подняться наверх. Вот как-то протиснуться сюда. И здесь мы нашли еще одну канистру с топливом. Да, слушайте, это место прямо богатое на топливо. Так, вот как бы пролезть еще и вон ту канистру достать. Уж елочку я, наверное, не буду брать. Там еще журнал я вижу. Я почти уронил эту канистру, пробивая своей головой бесчисленное количество досок. Так, ладно, давайте здесь попробуем. Да что, что может делать? Под стол вместо этого залез. Так, близок. И здесь у нас масло, но, кстати, почти 4 литра. Ладно, давайте эту канистру возьмем. 4 литра очень даже неплохо. Хотя у нас имеется канистра как раз-то где-то с таким же количеством. Ну ладно, будет еще дополнительно. В конце концов, место у нас пока еще есть. Все, теперь мы открываем, открываем крышку и заполняем. Сколько здесь? 3% масла, кстати. Ну ладно, ничего страшного, это не критично. заправляем полностью. В итоге 1% масла. Так, а здесь чистое топливо. Сейчас будет 0% наверное в итоге. К сожалению, мы не можем наблюдать за изменением смеси. Нет, 1% по-прежнему остался. Так, ну что ж, все, зеркало я поменял. Здесь ничего больше нет. А, бутылки я хотел еще воспользоваться бутылками. Тут 3% масла, я наверное не буду заливать. Вот здесь вот 0,1 всего лишь 100 мл, но почему бы не залить. Так, одна бутылка есть. Здесь алкоголь, это я разбил случайно, по всей видимости. Здесь снова 3% масла еще. Так, а в этой канистре топливо. Я эту канистру видимо не заметил даже. Точно там чистая топливо? Да, 100%. Отлично. Ну прям вообще замечательно. Так, да, теперь мы действительно можем не переживать насчет топлива. Теперь окончательно. 8,8 литров. Этого хватит теперь, если и так 5 литров хватало надолго, этого хватит на преодоление длинного-длинного пути. Так, ну что ж, двери мы наверное заимствовать не будем. Можем конечно взять вот эту дверь, но она не под цвет нашего автомобиля. Уж лучше не в самом лучшем состоянии иметь дверь, но хотя бы приблизительно под цвет нашего автомобиля. Так что да, неплохо мы заехали, сегодня добились какого-то результата, так что на этом мы пожалуй остановимся. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. До новых встреч.